Вчера столько месиво, месиво, прям вообще было столько разрушений, ранений. Прямо я не могу. Знаем это все, потому что сейчас заберут, у нас уже все, сестра мне сказала, что уже у них подписан документ, они знают точно, что уже референдум состоялся, не ожидая ничего, что уже не являются субъектом Российской Федерации. А, так уже это произошло? Да, да, вот же все. Так что это то, что вот сейчас мы находимся в Покровске или еще, это уже субъект Российской Федерации. А мы никого нет. И мы тоже. Мы его и тоже. Просто дело времени, документы начнут гасить. Эти будут, наши будут, это Украина будет бить, отбивать, а эти будут говорить о том, что это территория России, тоже будут гасить и все. И ничего не будет дальше. Мы потеряли вот и квартиру, и все, вообще даже бомжи бомжами. Боже мой, жили-жили, наживали-наживали, и остаться. Мне всегда позвонила, у них друзья, ну, их, получается, кумовья. Дочка работает в Министерстве социальной политики. Ну, ну, конечно. Что она? Она все знает. Она все сказала, она сказала, уже давно-давно подписаны, еще до, в начале сентября подписаны были документы, о вхождении ДНР в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождение их в состав Российской Федерации. Все. Херсон, говорит, из Запорожья. Это так вот. Без проблем. Ну, кто докажет, кто где голосовал, скажи. Да никто не докажет, конечно. Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизнь и судьбы покалечили, поломали. Да что ты это не днику? Ну, конечно. Когда вам вдруг это войдет, ты будешь туда уходить как-то? Как-то. Ну, хорошо. Ты продумал, если что, как оттуда сваливать? Да, нахуй вопрос. Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет, понял? Новые гарнизоны уже никого не отправляют сюда, формируют. Все отказываются мобилизироваться. В многих областях хотели объявить полную мобилизацию, но депутаты все отказались, эти мэры, понял? Что никто мобилизировать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти. Слушай, когда деньги получала, пацан был в 204-го полка, с под Изюма. Ага. Говорят, из всего полка у нас живых оказалось 18 человек. Ну, нормально. Он говорит, нас хотят на ДНР, а мы сказали, мы туда не пойдем. Мы просили подмоги. Говорят, а нам ДНР сказал, мы вам помогать не будем. Говорят, с каким лицом 18 человек оставшихся в живых, которые были мы в окружении, просили подмоги. Говорят, должны им теперь помогать. Тут забирают всех пацанов, забирают, всех. Ну, я понял уже. Даже 15 лет их забирали в военкомат. Пока родители не подтверждали их лично, что им 15 лет. Прикиньте. Ага. Ладно, что-то полез я вниз, но тут что-то заубить начинают. Спасибо. Спасибо.